Короче, сегодня на меня выпала одна честь. Сегодня я пробую везти лодочку такую замечательную, на которую мы, собственно, едем. Не то что лодочку, это яхта. Если я быстренько развернусь, на мне очень важная задача стоит, чтобы не проебаться, я пока что камеру отдам моему ассистенту. Парню. У меня нету парня. Эй, капитан. Я вам скажу, что это не так просто на самом деле. То есть судно огромное, это не как за машиной сидеть. Вам нужно постоянно контролировать вашу скорость, ваши повороты. То есть руль огромный. Это нужно прям прочувствовать. Нужно прям привыкнуть. Видите, как разворачивается лодка? Я повернула, это всего хуйню. А уже нужно правее. Маневренность нужна. Вот видишь дорогу? Вот, она вот так покажет. Как будто она пьяная. Так это дрифтинг. Да. Да. Очень хорошо. За нами уже полиция едет вон на лодке. То есть ты увидела, что у тебя едет не в ту сторону. Ты поворачиваешь и ждешь, что он будет выравниваться. Нет, не грустно. Ты просто пьяка, понимаешь? Почему я пьяка? Потому что ты пьяка тоже. А, это причина. Я разворачиваю. Я разворачиваю и жду, жду, жду. Да. Но он ни хуя не поворачивает. А ты значит мало разворачиваешь? Нет. Я там, блядь, нормально повернула. Ну вот смотри, давай, вот сейчас поверни. Вот, все, жди, жди. Ну вот смотри. Как там в этом? Спанчбобби было. 5 минут позже. Все, вот и жди. Да, и видишь, как она быстро-быстро? И здесь она пойдет женить. Вот, и давайте. Теперь направо-право выводим. Право. Все, вывела, жди. Вот поэтому вот так мы и едем. Это как... Это как снег, знаешь? Какое впечатление? Заебись. Вот, самое главное это возьмите и протрите всю приборку. Потому что это очень важно. Чем лучше... Чем чище все, тем лучше вы все видите. Вот. На самом деле прикольно. Дело привычки. Понятное дело, что сначала может не получаться что-то. Купила бы себе лодку. Я уже думала вчера. Подумала о том, что я могла бы купить в принципе лодку, если бы у меня были бы деньги. Так и любой человек. Но, я подумала, что купить лодку это первое, что надо сделать. Но, нужно учитывать сколько моментов нужно дополнительных оплачивать. Я имею ввиду там стоянку, какие-то права на то, что ты водишь лодку и так далее. Там же есть наверняка и какие-то водные правила. Конечно, есть. Ну вот. И это наверно доходы я стоят. Вот, кстати, я вам скажу, что пришвартоваться вообще дело нелегкое. Вот Макса мы уже слили. Вам нужно так пришвартоваться, чтобы вы не разъебали уголки яхты. Ну, действительно, мячи не просто так. Это нужно сделать как-то супер единоразово, одновременно, и чтобы успеть не разъебать. Иначе будем платить за ремонт. На воде намного сложней парковаться. Наша шлюха. Мы вот вышли, собственно, в новый день с яхты, чтобы прогуляться, посмотреть, какая здесь красота. Помимо меня, конечно же. Посмотрите, какая европейская красота у нас здесь. Улочки просто превосходные. Этот городок называется Привяза. И, собственно, мы здесь вышли, чтобы все время не торчать на яхте. Потому что, как-никак, ты устаешь. Ну, и вообще нужно подвигаться, походить. Видите, как все пусто здесь? Ой, красиво. Ой, красиво. Красиво. Мы, на самом деле, отошли от первой линии. На первой линии там хотя бы есть какие-то кафешки. Все думают, тихо, спокойно. Я бы здесь точно умерла. Здесь местами похоже на Португалию, на Италию, на все кусочки Европы. Развалины. Вот, что их, кстати, объединяет. Особенно Португалию с Грецией. Здесь очень мило, спокойно. И все точно-точно так же, как и в предыдущем городе. Людей вообще нет, как будто все умерли. Никого, ни души. Очень-очень хочется взять байк. С тем учетом, что ты уже умеешь гонять. Пизда, ты вообще по хую какие дороги. А вот такие вообще охуенно. Но в Европе, скорее всего, 99%. Мы просто еще не спрашивали, но нужна категория, что ты умеешь водить байк. К сожалению, такой у меня нету. Но я собираюсь делать тайские права как раз-таки на байк. А они не подойдут, да? Они не подойдут, блядь. Зацените, какие классные мусорки. Мусорки. По-моему, Санта-Клаус. Такую мусорку сорить прям хочется. Охуенский. Очень важная вещь. Мы, значит, ходили пиздец сколько времени. Искали, в каждый ресторан заходили. И искали что-то типа супа. Я просто... Шульцам. Шульцам. Я хочу суп. Ни в одном заведении его нет. Вентура. Вот так называется место, где мы сидим. Есть Вентура. И ни в одном, ни в одном, блядь, нету супов. Ни в одном. Короче, я к тому, что, блядь, я голодная. И я хочу только суп. Ничего не хочу. Потому что у меня уже желудок испортился из-за того, что я постоянно бухаю. В итоге на место мы зашли. Здесь был мужик. Он говорит, да, конечно. Типа, а греки, они такие, блядь, разговорчивые. Ух. Говорит, у нас всё есть. Мы сейчас типа сделаем. Пасты без рыбы, без всего у них нет. Поэтому мы заказали ему одну с си-фудом. Но её ещё не принесли. Должны, должны принести. Нам принесли кучу хлеба. Греческий салат. Хлеб я обожаю. Я вот его сижу и ем. Греческий салат я не сильно люблю. Но не в этом дело. Мне сказали, ну, мы сейчас сделаем. Накидаем тебе свежие помидорки, пасту, чеснок. Они всего хотели сделать соус отдельный. Да, они какой-то соус хотели сделать отдельный. В итоге я не знаю вообще, что мне сейчас принесут. Главное, что мужик съебался. У нас с ним распизделить. Было очень интересно увлечённо с ним поговорить. Он пришёл, рассказал, что у них здесь семейная таверна. Ну, как у всех здесь семейный и фамильный ресторанчик. Ну, а что у него есть там три брата. Он сказал, что у него ещё есть сосед. И этот сосед приходит. И он, оказывается, умеет говорить по-русски. И он такой высокий, высокий, огромный. Что-то на. У-ля-ля. Очень вкусно. Верите мне? Когда я пойду, ты должен попробовать пасту с бутаргой. Окей, спасибо. Нихуя себе царское блюдо принесли. Сейчас посмотрим на мою. Что-то несут. О, это для меня. Когда ты готова для пасту, ты придёшь вон и сделаешь фотографии моего производства. Он здесь. Бутарга, ты знаешь, как это бутарга? Бутарга, нет, я не знаю. Костас. Вентурас. Вот. У Коста тоже есть татухи. И он завтра идёт делать тари. Один. Кока-кола. Кока-кола. Ортодокс. Си-хорш. Это сделает моего девчонка. У тебя 40. Да, не так много, как ты. Ортодокс. Вы поняли, какие они разговорчивые. Блять, поесть вообще не дадут. Моя вот попроще паста. Видите? То же самое, только без рыбы. Был сосед, про которого я говорила ранее. И он говорил по-русски. Очень классный с ним разговор получился. Он научил пару плохих слов по-гречески. В общем, и он сказал, что он грек. И он выучил русский язык. Русский язык. Отлично. Он всё знал и маты знал. Хорошо очень разговаривал. За один год. И как он сказал, типа как он учил. Приходил в питерские бары и пиздел со всеми. Вот так он выучил русский язык. Я вот сейчас уже сама стала как часть их семьи. Блять. Балаболю, балаболю. Надо уже похавать. Потому что я тут давно уже хотела. Хотя хлеб всё перебил. В общем, с чего я всё начинала? В нём нигде супа. Мне кажется, даже вечером, блять, не найдёте. И пасту. Хуй там был. Пафешки со всякими. Снеки. Пиво. Айс-крим. Вот это вот будет десерты. Но настоящая хавка начнётся только с 7 вечера. И то не во всех местах. Всё. Enjoy your meal. Коста. Коста нам что-то показал. И я не понимаю, блять, что это такое. It's a people? Блять. Блять. Я надеюсь, это не то, что случится с нами. Из-за того, что я не доела еду их. Вааааа. Я надо каждый день sobre El cap and eggs. Их тут��라고요. Вот как вот этот деликатес выглядит. Это икра рыбы. И это очень дорого. Выглядит просто пиздец. Некоторые из вас, наверное, скажут, что, блядь, как и ты. Но это какой-то супер прекрасный деликатес. Знаете, это как, не помню, какой шведский, не шведский есть сыр, в котором есть живые черви. И ты их типа ешь. И это ужасно. Так, сейчас, наверное, я вам отсюда покажу, из комнатки. Там такой пиздец происходит. У нас вот это штурмовое предупреждение. Красота. Парточкой заимбейся. Вот так убираешь, оп, и тепло. Ой, есть. Ой, ну уже подуспокоилась на самом деле. Но ебашит. Сильно-сильно ветер. Слышите, не слышите. Поэтому я в комнате показывала вам. Вот. Какая красота. И посмотрите, сколько там яхт, блядь. Просто пизда. И радуга. Море бушует, пиздец. Яхту хуя... У-у-у-у-у-у-у-у-у. Смотрите, оторвался. Ебать. Вот это плохо. Сейчас яхту будет хуярить. Эти канаты не просто так. Они держат яхту, чтобы не расхерачивать. В той стороне вообще пизда. Каждая яхта может стукаться в другую. А у нас такое место, что у нас никого здесь сидит нет. Алекс вон там покрепче, наверное, прикрепляет все, чтобы у нас такого не случилось. Видите, моя малышка! О, дед, здорово, дай мне тачку! У нас, собственно, закончилось наше путешествие на лодке. Случилась небольшая проблемка. Проблемка с винтом. Я прикреплю фотки, что с ним случилось. У нас был небольшой шторм, и там расхуярил винт или лопасть. Поэтому мы пришвартовались обратно в Корфу. Еще до этого мы посетили одно место. Не помню, как оно называется. Я там ничего не снимала, потому что плюс-минус здесь все материки, острова, вот эти вот все городки, городочки, они плюс-минус одинаковые, очень сильно похожи. Кстати, в одном из мест я нашла суп. Очень даже вкусный. Даже два нашла. И, собственно, мы опять в Корфу приехали. И хотела сказать еще минуточку информации. Потому что мы-то находимся в Марине. В Марине Ивановне. В Марине, там, где все лодки. И когда вы выходите уже посредственно в город, вы хотите, типа, куда-нибудь съездить. Города здесь нихуя нету. Здесь шоссе. И вот здесь у вас есть замечательный автомат, который мы уже воспользовались. Ну, тут, в принципе, все понятно. Никакая карта вам не нужна. Переключайте на английский. Выбирайте зону, какая вам нужна. Центр-сити, это вот за 1-10 вы проедете. Закидывайте мелочь, вам выпадают билеты. Еще покажу, какие. Вот такие вот. Так что, типа, два билета. 2-20 стоят в одну сторону. И мы должны попасть в Корфу-сити. Вот так вот. Я надеюсь, меня за вандализм не отпиздят и не оставят в стране навсегда. Потому что все-таки здесь мне будет скучновато. О, автобус. Автобусы различаются по цветовым гаммам. Нам нужен синий автобус. Надеюсь, мы не проебем его. Что можно сказать о Корфу? Вот что, смотрите, какая штука. Хуй его знает, что это. Надо поизучать. Но у нас завтра будет целый день, поэтому мы будем шароебиться и смотреть все эти красоты. Смотрите, пропал пес в Корфу. Если вы нашли собачку, пишите. Короче, я еще хотела сказать, что, блядь, хотелось запустить здесь дрон, чтобы показать вам какую вот эту вот красоту сверху. Но я полагаю, мы уже поразмышляли, хуй там был, потому что здесь самолеты, взлетная полоса. Поэтому сигнал здесь будет максимально хуёвый и, скорее всего, просто не запустится дрон. Возможно, мы попробуем завтра, но, скорее всего, нет. А так, городочек такой аккуратненький. Вон, бабка блюет и хуярит. Вынизу подругу, да? Смотрите, какой аккуратненький европейский городочек. Очень похож на все страны Европы. По чуть-чуть. Такой мизерный, хороший. Также мы еще сходили в секонд-хенд в один, потому что другие были типа открыты, но мы пришли, и там уже какие-то другие магазины были. В секонд фуфловский, пару вещичек было нормальных, но не настолько прикольные, чтобы взять. Точнее, одна была очень большая мне, и чтобы ее переделать, стоило дохуя. Хотя она стоила, типа, условно, 10 евро, а если ее переделывать, это 100 евро где-то. Короче, нахуй надо, да? Так что мы идем, шараебимся, ждем наших друзей. Ну, относитесь к друзей, у нас же нет друзей. Вот, гуляем, смотрим просторы прекрасного алкогольного... Красивого витрина, да? Городка. Коробочка. Ну-ка, слезай оттуда. Отстаньте от Роберта. И ты тоже. Уже облизывается идет. Лев. Все, Робертов спасла. Иди к этому. И Васик, возьму пока что. В общем, дамы и господа, мы пока что съели замечательное местечко, потому что мы заебались ходить. Вот такой у нас милый здесь ресторанчик. Мы ждем жаратую вегетарианскую, блядь, я нашла вегетарианское меню. Хотела что показать. Я первый раз в жизни увидела вот такую вот хуйню. Видите, на подоконниках такие шипы. Как вы думаете, для чего это? Я думала, что для того, чтобы горы не ходили, а это чтобы Роберты маленькие не ходили. Посмотрите, где он, блядь, сидит? И как сказал мистер Максим, что... Они топают. Это чтобы не топали, Роберты. Чтобы не топали, блядь, понимаете? В России тоже такую штуку делают. Ужас. Еще для того, чтобы они в туалет не ходили там. Чирс, просто, ямос, ямос. Иерусалима. Иерусалима. А я купила новое, это ухлескоп. О, о, о. Мы еще и аннердоникки. Реально? Ладно, раньше, что включила камеру, вот педики, блядь, с которыми мы... Шлюха! 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 Примерно так мы провели наш замечательный отпуск на лодке. Что вы думаете? Сиска! Сиска? Сиски, сиски. А это пимол! А это пимол! Старый пизда! Старый хуй! Старый пизда! Да, но с ней есть, блядь, не кое-какой сюрприз. Ходили в горе ресторана, мы сказали, что бы поесть. Я увидела ризотто. И что-то мы, ну, прошли, хочу ризотто, хочу ризотто. Ну, типа, креми. Как бы с чемпиньончиками, такое, как обычно. И мы все прошли. Не нашли его. Нашли какую-то мастечку. Я увидела еще одно ризотто. Но, блядь, я никак не думала, что мне его принесут. Томатный. Я очень сильно не хотела томатный. Так же, как и фиатный. Ну, а мне, блядь, все равно приходится есть ризотто. Еще и нашли, блядь, дороже, чем везде. Что 15 евро. Одно ризотто, как два пива и мое блюдо. Ага. Ризотто буду есть, то, которое, ну, типа, я не ем. Я не ем болгарский перец. Потому что, ну, после короны. И томатный я вообще не хотела. Ну, ладно, вкусно. Короче, будем хавать. Приятного аппетита. Главное, что пивасик есть с нами. Но вчера нахуерились, мы знатно. Пиздец, как хочется спать, скажу я вам, товарищ. Мы, собственно, сейчас направимся туда. Ну, что, пойдем. Посмотрите, какие горы красивые. В общем, очень красиво. Сейчас пойдем смотреть дальше. А, тяжко-тяжко нахрен ходить, конечно. С бодунища, выпив один пивасик и разморела уже. Короче, мы пришли вот туда, хотели. Красиво вот это вот. Мне ведь нравится. Но мы сейчас пойдем попробуем вовнутрь пройти, если это можно. Такой вид красивый здесь открывается. Яхты, море. Красота. Историю, скорее всего, естественно, я вам не смогу никакую, как обычно, рассказать. Потому что я нихуя не знаю. Что вам еще сказать? Вход сюда стоит 6 евро на человека. Если вы студент, блядь. Три. Ну, и если вы, как некоторые из моих подписчиков или панов, которым более 65 лет, вам тоже скидка. И вы можете пройти сюда за 3 евро. Я заебалась. Вот что я скажу. Нам надо здесь еще продержаться. Походить, погулять, посмотреть. Потом еще зайти в пару магазинчиков. Но красиво. Вот, смотрите. Тут есть дупло. Как красиво тут. Вау. Форт Боярд, да? Руки, блядь, трясутся. Вот мы идем по туннельчику. Старинному. Блядь, как я люблю такие туннели. Кто-нибудь подарите мне туннель из камней. Ну, желательно, чтобы он вел, конечно, в замок. Вот вам еще один красивый вид. Кстати, тушки уже поднимаются. Красиво. Какой остров. Извините за мой суперэнергичный вид. Но я так заебалась. Странно, что я вообще не ленюсь сейчас что-то снять. Я просто иду на последних каких-то силах. Что-то. Пытаюсь чуть-чуть вещать. Мы залезли на самый верх. И что я хотела показать? Смотрите, блядь, какой корабль охуенный. Пиратский. Блядь, не увеличивает больше. Вот, ну и город здесь, конечно, красивый. Сверху. Если посмотреть. Вот, смотрите, как близко здесь самолеты. Ну, вон этот. Взлетная полоса. Вот красавчик уже улетел. Здравствуйте. Афины, как говорится, блядь. Коротко объясню вам. Завтра расскажу более подробно. Обещаю. Мы приехали в Афины. Мы уже сходили на пиздатый ужин с нашими друзьями и новыми друзьями. С греками, с немцами. Кто там еще был, я не знаю. Короче, микс. Нам наш друг Алекс снял вот такие апарты. Очень удобные, пиздатые. Тут уже небольшая перестановка. Сейчас объясню, почему. Апарты реально очень крутые. Особенно после тайских домов. Типа ты такой приезжаешь и вот, знаете, как вот в Италии, ну в Европе. Вот эти вот все туалеты, ванны, они вот такие европейского стиля. Очень удобно, классно. Сейчас подскажу дальше. У нас есть второй этаж. То есть это вот второй, вот есть первый. С которого мы сейчас пытаемся сделать более комфортную атмосферу. И мы перетягиваем, блядь, матрас. Давай, помогу. Чем, блядь, только не могу понять. Сейчас мы вот тянем матрас. Ой, стой, блядь. Сейчас, что-то заморозит. А, кстати, это мы делаем, знаете, что? Вместо того, чтобы тусить в клубе, как нормальные люди. С наркотиками, с весельем. А мы, блядь, просто матрас тянем, блядь, на второй этаж. Нахуя, да? Сейчас пойдемте, покажу вам быстро. У нас тут, во-первых, блядь, куча, блядь, закрытого. У нас здесь сушилка. Огромная какая-то территория для всего, блядь. Есть балкон, все классно. Завтра покажу утром, как это будет все выглядеть. Вот еще внизу нижний этаж. Собственно, матраса здесь больше нет. Он был, но его больше нет. Он у нас наверху. Здесь вот вторая ванная комната. И вот, собственно, место, где мы, типа, должны были спать. Этот матрас слишком большой. Его просто физически будет пиздец, как сложно нести наверх. Поэтому мы забили хуй. А так, очень-очень пиздатые апарты. Спасибо Алексу. Ну вот, все, мы пошли на... О, еб твою мать. Все, это какая. А, мы пошли располагаться наверху. Ну, пока наши друзья отдыхают в клубе. Вот оно, да? Друзья, сколько? Сколько, блядь, Алексу? 30, скажем пусть. Пусть будет 30 Алеку, да? Окей, за 40, блядь. И все тусят. А там мы такие, 30-ка, 33, таран. Но на самом деле, этому есть... Видите, даже, блядь, запыхалась нахуй, пока болезнь не зашла. Хуйня в том, что когда ты неделю бухаешь, ну вот прям пиздец пьешь, и плюс ты находишься на лодке, это сложно. В плане того, что организм, ну, блядь, отвыкается. Ну, то есть нету нормализованного графика, и он, как бы, чувствует себя паршиво после того, как ты выходишь с лодки. Так что нужно полноценно отдохнуть. Я просто сегодня уже... Завтра в... Завтра в... Колизей. А, точно, у нас Колизей. Завтра мы пойдем в Колизей, посмотрим, что-нибудь... Города, тра-та-та, и все такое... Я пила два раза сегодня таблетку от головы. Башка до сих пор будет. Супер, да? Все, репти. Все. Свет вон и остался. Ой, товарищи, наверное, когда-то пройдет этот момент, что я перестану бухать. Но пока что этот момент не настал. Мы, как вы уже в курсе, мы уже в Афинах. Мы уже пьем оперольчик, мы уже его допиваем и пойдем вот туда, туда, туда и налево потом. Потому что там у нас всякий амфитеатр и всякая хрень разрушенная. Вот такие лучки красивые. Мы уже побродили по улочкам немного, буквально полчасика. Очень мило все, так же, как и в любом европейском городке. Куча магазинов, куча-куча всякой хуйни. Были на самой прогулочной улице, я думала, не хочу мороженого. Ни одного не нашла, ни одного. Но потом я увидела опероль. Спасибо, мистер Максим, за то, что сообщил, что опероль стоит. Естественно, я поменяла свое желание на опероль. И, собственно, мы сейчас пойдем на разрухи. Скоро покажу, что это такое. И, блядь, там, наверное, не запустить будет дрон. Посмотрим. Но, по идее, там будет классно. Все места мы не хотим обходить, потому что заебемся. Здесь везде разрушенные колонны, какие-то музеи. В музей, блядь, точно не хочу. Следите за новостями. Идем в разрухи. Так, еще одно очень важное правило, о котором я подумала только сейчас, первый раз в жизни. Валя и кто-то еще такой же, как я никогда. Не забывайте с собой брать футболку. Какие-то, типа, храмы и туда-сюда. Мы поднялись наверх. Там, кстати, очень красивый вид, забыла вам ценить. И мне сказали, блядь, все, конечно, классно, но тебе нужно что-то надеть, чтобы, типа, твой вид не был, блядь, вот таким привлекательным. Поэтому мы спустились вниз, блядь, после опироли на солнце. Расхуяривает пиздец. И вот пока есть такая возможность, покажу вам вот кусочек такой. Развален. Развален, два вален, три вален. А мы пошли за футболкой, ну, покупать. Правило от бантика еще одно. Берите с собой футболку. Немножко информации. Мы сходили, значит, все-таки дошли до футболок. Взяли одну из. Прикольно упаковали, даже не хочется ее распаковывать. Прям как шабуха. Тампон. Позже, или что? Тампон. Тампон? Слишком большой тампон. Это, в общем, тромбон такой. Футболка есть, так что мы сейчас сидим, укрываемся под зонтиком. Вот у нас такой красивый вид церкви. Такая кафешка ебанутая. Сразу скажу. Когда мы сюда пришли, я такая, ну, официанты все, мы вообще похую. Я к ним сама подошла, спросила, есть ли это, есть ли это. Ой, ну да. Типа, короче, мне пришлось самой все делать. Типа, как, и что бы сама себе приготовила. В общем, хотела сказать, что мы, что мы заказали. Заказали мы садзики. Да? Садзики. Садзики. Это их прям традиционное блюдо. А здесь, а я хуй знаю, это огурцы, чеснок и фета, да. Все это супер масляное. И они подают либо с питой, либо с хлебом. С питой советую. Намного вкуснее. Вот, ну, и, конечно же, не отказались от супер холодного пивасика. Такой жаркий день. Так что мы сейчас немного посидим, подождем, пока успокоится солнце, и пойдем все-таки погуляем в те горы. Приятного аппетита! Гулять, это было сложно, но мы уже на последнем шагу. Так, не покажем, не парим, может, что я пью? Роберт пришел. Для Роберта еще нет, к сожалению. Все, последний шаг. Мы купили билеты. Билет стоит 20 евро. Это две зоны самые основные. Это амфитеатр и амфитомит. Подарок. Также вы можете за 30 евро купить во все зоны, которые можно погулять на 5 дней. Ну, 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 нахуй, да. Мы, короче, взяли вот самое основное, взяли кубасик, и вот сейчас я хотела показать что-то глубокое. Взяла супер-классическую обычную хуйню. Выбора не было. А, кстати, смотрите, вот такие штрих-ходы находите, приходите по ссылке и подписывайтесь. Крыша-вуха, блядь. Хоть бы это шапка, блядь. Нет, это не шапка. Я уже все продумала. Раз мне разрешили ходить здесь шорты, хит-сортики, то я могу снять все и ходить просто в футболки. Та-дам! Собственно, что я сейчас и сделаю. Ну, кстати, прикольно, за 7,5 евро взяли футболку, она тоненькая, и вот я бы даже такие, мне кажется, делала. Если бы делала, конечно. Вот. Вот, ребят, посмотрите, мы находимся в амфитеатре. Под амфитамином. Внимательно следите за моей речью, да? Нет, ну на самом деле красиво. Там вот чек идет, кто-то сегодня, может быть, будет выступать. Мы дождались того момента, когда исчезнет солнце, нам будет проще ходить при пивасиком. Ну, не все освещается, конечно, но красиво. Очень. Ребят, не знаю, слышно меня будет или нет, здесь оказывается наверху ветрено. И не так жарко, как мы думали. Здесь проветривается, поэтому заебись. Вот, мы поднялись. Здесь есть красивый флаг греческий, красивый вид, дохуя людей. Дохуя всяких разрушенных колонн. Но людей настолько много, что они прям, блядь, заебали ходить. Наверное, я являюсь одним из этих людей, человеков. Вот так все солнце уйдет. Смотрите, вот город красивый. Вот он, красивый город, всех меня. Вот, в общем, красиво. Ну, типа, прикольно. Надо, наверное, здесь брать аудиогид. Ну, или если у вас есть какой-то карипан, который знает историю, вот, лучше его послушать. Мы пришли просто позырить. Поэтому, ну, типа, прикольно. Сегодня, короче, у нас день прогулки последний. И мы оставили наших друзей там пить кофе, пить пиво. И мы разделились. Пошли в секунды искать. И мы нашли вот такой магазинчик с футболками. И я увидела там написанное молоко. А молоко, ну, это типа, как дрочер, типа того. И, оказывается, можно сделать собственную футболку специально для Аликса. Аликс, спасибо тебе большое за приглашение. За столь пиздатые впечатления, все такое. Короче, вот мы тебе дарим футболку самыми прекрасными словами. Здесь будет Аликс, это Малако, Муни, Папара. И сейчас еще я, сейчас, мусик, сейчас вспомню, короче. Can I check? It's for, for members. Вот, смотрите, здесь, короче, получается. А, and Greek helmet, you remember, yeah? Yeah, yeah, okay. Аликс из Малако, это все по-гречески. Малако это дрочер. Муни это как пизда или что-то типа того. Потом Папара, это как, ой, как, это как вот мягкие яйца. Как, знаете, как в соусе хлеб, который, опустите, размяк, вот такие же яйца. Потом у нас Криола, это как шлюха типа. И From Ventic and Max with Love. Я думаю, Аликсу понравится. У нас сегодня, в общем, чильный день последний. Мы решили погулять, походить по секонд-хендам. И здесь невероятно много всяких улочек со всякими, не комиссионки, как они называются, с винтажными магазинами, куча-куча всего. Вот, например, там хлам, тут даже можно хламом больше назвать. Всяких плотинок, всяких инструментов, книг, куча-куча всего. В общем, здесь дофигища всего и куча разных секондов. Но в секондах ценники, я вам скажу, такие приличные. Вот типа таких всяких магазинчиков. Куча-куча всего. Собачка. Бля, ребят, нас ждут, наши друзья, но я не могла вам этого не показать. Это просто, блядь, посмотрите, какая красота. Просто анриел. Это кафешка, здесь можно поесть. Такие десертики. Ох, какая красота. Просто попала в рай из чудес. Посмотрите, здесь даже официанты. Господи, как они классно. Выглядят своих нарядов. Да просто... И звук заебись. Thank you. Блядь, просто анриел. Очень, очень, очень. Кайф, 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 блядь. Мы решили, кстати, сегодня попробовать проезд на метро. Вот оно. Открытое метро. Сказали, что там должно быть где-то красиво внутри. Проезд стоит 1,20. Но также это не только метро, но вы можете пересесть на автобус или троллейбус. Вот. За один год 1,20 заплатили. И он действует 90 минут. Вот сейчас пойдем кататься. Надеюсь, мы не забудемся. А еще я купила, смотрите, какой маленький репетчок себе. Прикольный. Ну, я хотела кошелек, а оказывается, в него не только мелочка вмещается, но еще и камера моя. Она сейчас не там, но... Блядь, посмотрите, какой он красивенький. Конечно же, самое главное в метро, это не проебаться, потому что везде метро разное, везде разные линии. Надеюсь, здесь мы тоже не проебемся. А то уеду, как этот, в Нью-Йорке как-то после клуба. Я охуею. Короче, это все хуйня, это вообще не метрополитен, куда мы спустились. То есть это, типа, междугородний поезд какой-то, я не знаю. Он решает аэропорт и всего подобного. Нам нужно было спуститься еще ниже, под землю. Спасибо добрым людям, которые нам об этом сказали. Вы слышали нашу ебучую русскую речь. И помогли. Вот, кстати, классные какие эти поезда. Да, прикольные. Да, разнослежные. Вот, посмотрите, какие апарты у нас. Красивые вот улочки вот такие все. Дома плюс-минус похожи. Вот, такие миленькие, хорошенькие улочки. По ним, кстати, хуярят автобусы с бешеной скоростью. Ворота у нас открытые, блядь. Заходите, кто хочет. Вот, вот такие заборчики, такие хуярчики. Вот, пожалуйста, есть и гостевой дворик. Здесь все очень красиво. Здесь вот полянка даже. Сюда прилетала сегодня из-за ветра сильного чья-то наблочка. Сколько это стоит, я даже не знаю, я не спрашивала у нашего прекрасного друга Алекса. Со мной в душе неделю, да? Да. Ну, Алекс молодец. Как бы, Алекс сегодня тоже подарок свой получит. И, между прочим, мы решили, точнее я решила, Максим даже не подумал. Я решила, что все-таки нашему еще одному другу нужно купить такую же футболку сделать. И мы поменяли, ну, как бы, сделали такой же набор, только с именем Харрис. То есть у нас два друга сегодня получат такие футболки. Вот, поэтому вот такие вот апартики. Я уже показывала, но вот, представьте, дня обещала. Блин, они выглядят просто, как, блядь, табор цыганский, нахуй, здесь ходить. А можно так сделать, да, смотри? Типа прийти в гости к ним и сказать, о, а вы в чем пойдете? Они такие, вот так, так. Это как, о, у меня для вас пизданые футболки есть, и вы в них должны прийти. Ну да, давай так. Ну, сделаем так, значит. А если они не захотят их идти, значит, они никуда не придут. Будут сидеть на бутылках. Что, я хочу, все, кстати, посмотрите, как удобно. Вот где нет? Блядь, такой вот красивый дворик у нас. Кстати, мне надо вещи из стиралки, блядь, вытащить. Блядь, я купила такую охуенную тему. Сейчас покажешь? Сейчас покажу. В чем я пришла? Где мой сумм? Где мои пакеты? Посмотрите, какой у меня зубочок. А, я его уже показывала. Красивый. Так, и у меня есть вот такая штука. Я ее купила за 23 евро. Маску пока. Ты, блядь, охренел! У меня майка постиралась, она синяя стала. Вот она. Вот такой вот костюмчик, как у Барата. Сегодня я в нем пойду. Надеюсь, я засниму вам, конечно. Но, скорее всего, я уже сегодня нихуя снимать не буду. Вот такой пиздатый костюмчик. 23 евро. Та-дам! Сегодня пойдем гулять, тусить, отдыхать. Бликать и бухать, конечно. А вот это я не знаю, я показывала или нет. Вот такие ма-ха-фака. Пиздатые хилсы я купила. Пиздатые, пиздатые, пиздатые. Все, вырубаюсь, заебала, короче, буду отдыхать. Еще 10-й королевство, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok